Добрый вечер, дорогие земляки! Мы очень рады сегодня вас приветствовать и очень рады представить вам нашу книгу, которую мы написали с большой любовью, посвященную истории 431-го Тихинского полка, который принял участие во всех битвах Первой мировой войны. И мы написали эту книгу благодаря поддержке одного нашего тихинца, который очень любит свой город. И всем вам хорошо известен. Это Игорь Вадимович Фомин, сенатор. И, конечно, без его помощи это было осуществить очень сложно. И поскольку он такой вот патриот, то вместе, нашими общими усилиями, нам удалось сделать эту книгу. А идея создать этот проект зародилась как раз в этом зале в 2015 году. Это был конец сентября. И это была еще очень знаменательная встреча, потому что это была последняя встреча с отцом Сергием Гарклавсом. Через буквально на следующий или через день он уезжал из Тихлина. Это была наша последняя встреча и с Игорем Вадимовичем. И у Игоря Вадимовича тоже это была последняя встреча с отцом Сергием Гарклавсом. Как раз мы здесь обсуждали вопрос развития туризма в Тихлинском районе. И я, Игорь Вадимович, рассказала о том, что вот у нас есть такая идея написать книгу, потому что об истории Первой мировой войны неизвестно ничего. Это такая была целая лакуна. И были известны только некоторые факты. Мы знали, что существовал какой-то Тихлинский, 431-й Тихлинский полк. Но что это за полк, никто о нем ничего не знал. И что? Я говорю, даже на стыдле воинской славы. Да, но там не написано про 431-й полк. Там написано только об участии тихлинцев в годы Первой мировой войны. Но Виктор тоже, наверное, комментирует параллельно, если что-то будет забывать. И мы сказали Игорю Вадимовичу, что в архивах есть материалы по этому направлению. А в 2014 году у нас в музее была открыта выставка, посвященная столетию начала Первой мировой войны. И почему еще мы открыли эту выставку? Во-первых, ни разу за всю историю работы музея этой теме не было посвящено ни одной выставке, ни одной работы. И даже некоторые старые сотрудники нашего музея рассказывали нам, что когда они ходили к жителям города и расспрашивали их о революции, о гражданской войне, и они что-то начинали говорить и рассказывать им о Первой мировой войне, они говорили, нет, 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 спасибо, не нужно, нам, пожалуйста, только про революцию. И, конечно же, живые свидетели Первой мировой войны ушли. И также вот мне хочется еще обратить ваше внимание на то, что вот в альбом, когда мы писали эту книгу, мы обращались неоднократно к жителям нашего города, чтобы они помогли нам с материалами. И принесли нам в музей какие-то для копирования материалы, которые хранятся в семьях. И многие откликнулись, и даже некоторые здесь сейчас в зале, но я об этом скажу несколько позже. И было очень приятно. Но, к сожалению, когда тихвинцы приносили фотографии своих семейных альбомов, выяснялось, что они ничего не знают о своих родственниках. Или практически ничего не знают. Что, конечно же, совершенно не касается Второй мировой войны. Если во Второй мировой войне все знают, вот и гордятся этому, и дед. Вот он участвовал во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. Про Первую мировую было ничего не известно. И также эта тема вообще широко стала изучаться только в 2014 году, поскольку было очень большое внимание общественности. Вышло огромное количество книг, научных монографий. Открылось большое количество выставок. И я помню, как весь 2014 год по телевидению на разных каналах шли различные передачи. И выставка, которая была открыта в нашем музее, она тоже была популярная. Многие школьники пришли на эту выставку. И вот Игорь Вадимович сказал, да, ребята, конечно, мы должны написать эту книгу. И вот работа над этой книгой заняла у нас три долгих года. И в этом году вообще во всей Европе широко отмечалось столетие окончания Первой мировой войны. Это заключение Компьенского мира 11 ноября 1918 года. И вот даже по этому случаю меня пригласили во Францию, и я выступила там на конференции. Хочу сказать, что вот меня поразило во Франции то, что там о Первой мировой войне известно столько же, сколько и о Второй мировой войне. Что не произошло в нашей стране. И вот также наша книга, она является данью памяти нашим потомкам, которых мы забыли. Ведь Первая мировая война длилась так же, как и Великая Отечественная война, четыре года. И Тихвин понес большие потери, потому что почти все мужское население ушло на Первую мировую войну. И война эта отличалась от всех других войн, которые были до этого. Это была первая война во многом. Это была первая позиционная война. Это была первая война, где применялось скорострельное оружие, химическое оружие. И оружие массового поражения. То есть это все было применено впервые. Впервые появилась на фронтах авиация подводные лодки в таком большом количестве. И многие-многие другие достижения военной техники. Поэтому, когда говорят о том, что... Многие мне до сих пор говорят о том, что лучше бы ты занималась Второй мировой войной. Нечего тут заниматься империалистической войной. Но дело все в том, что эта война заслуживает не меньшего внимания. И наши с вами предки умирали, тоже защищая свою родину. И никто не хотел воевать, и никто не хотел умирать на этой войне. Поэтому я считаю, что вот поскольку на Тихвинской земле нет ни одного памятника, и не сохранилось ни одного памятного места, то вот и наша книга является такой вот своего рода данью, которую мы должны отдать солдатам Первой мировой войны. И когда мы с Виктором Геннадьевичем приехали впервые в военно-исторический архив в город Москву, то мы долго думали, с чего начать. Нам, конечно, нужна была помощь. И в архиве мы познакомились со специалистом, который занимался исследованиями как раз в области Первой мировой войны. И первое, он нам сказал, да ребята, вы тут, что вы приехали, это все напрасно, потому что в годы Первой мировой войны полки назывались произвольно. И ваш полк никакого отношения к Тихвину не имеет. Но мы все-таки, в общем-то, он нас отговаривал даже начинать заниматься этой темой, поскольку он считал, что это абсолютно бессмысленно. Но мы все-таки решили рискнуть. И вот в ходе нашей работы выяснилось, что Тихвинский полк напрямую связан с Тихвином. И об этом мы тоже, конечно же, расскажем. Вот, может, Виктор Геннадьевич что-то скажет, потому что я все время говорю о киаше. Ну, Виктор, расскажи тогда о связи. Да, вот мы когда в первый раз приехали в Москву, кто в архивах работает, наверное, знаете, что такая система, ведь не выдают сразу дела, надо их заранее заказывать. И, по-моему, первая поездка у нас вообще была просто, ну, ведь описи не оцифрованы. То есть, когда в архиве, если хотите заказать дело, там надо прямо указать, как оно называется, там, вплоть до датировок. Если не знаете название, то говорят, приезжайте и смотрите сами. Вот, и мы когда приехали, первым делом заезд, вот этот деревянный каталог, так называемый, где карточки, вот, описи, вот эти открыли тетрадки, вот, и заказали, ну, увидели, просто сейчас прочитали, что там есть. Тихвинский фонд, 2980, фонд Тихвинского полка, он насчитывает 53 дела. Из них мы все просмотрели, кроме одного. Нам не выдали один журнал боевых действий, потому что он был в плохом состоянии. Вот, и пришлось так вот ездить несколько раз, и заказывать можно всего по 5 дел на одного человека. Причем ограничено они количеством страниц. И вот, например... Если в деле количество страниц перемешать, то вам выдают одно или два дела. Вот, и это как раз касалось вот самого начала 321-й новгородской дружины, потому что это дело, вот, наверное, такой толщины, даже, наверное, толще, неогромного формата, вот, и когда мы его заказывали, например, вот, я заказывал там 5 дел, и выдавали 3, потому что было одно вот это очень толстое. Вот, но сначала мы даже еще не знали про дружину, а заказывали именно 431-й Тихвинский полк. Вот, и... Тоже вот сначала было неочевидно вообще, как вести работу, потому что мы не знали, сколько раз мы будем ездить. И вот я тогда, ну, предложил такую схему, она, конечно, была очень удачной, если бы мы ей пользовались, то книга была бы хуже гораздо. Поскольку 53 дела, и они взять, может, только 5 за один раз, я думал, что если мы ездить будем немного, то, может быть, взять, как бы, из одного года там два, из другого два, но материалы там тоже разные. Есть журналы боевых действий, есть и фонограммы, есть, ну, приказы полковые, есть журналы наблюдения за противником. То есть я думал, ну, примерно так сделать, такую выборку из этих дел. Ну, вот, вероятно, она сказала, что можно съездить побольше и отработать именно все. То есть вот этот большой размах. Кстати, он проявился и когда мы готовили выставку. В 2014 году, и даже в 2013 году мы ее начали, и Вера, когда мне дала указание подумать о том, чтобы сделать выставку, посвященную Первой мировой войне, у меня как-то в планах было скромнее. И я думаю, что можно ли мы замахнуться на велья монашего Шекспира. Это действительно тема была очень... Ну, Первая мировая война, Великотечная, там, ну, все известно, мы можем целый музей, вот, все, что у нас есть, можем все занять одной войной. Про него очень много. Вот, а Первая мировая, ну, даже, что мы найдем в фондах? И, кстати, посетители, когда приходили, спрашивали, как вы вообще находили в фондах? Что это, кто-то занимался? Вот, и поэтому мы вот даже начинали работу на книгах, можно сказать, еще раз, с подготовки вот этой выставки. Потому что мы специально тогда за недельку, он, до открытия, или как-то за две, съездили с верой в Ратную палату, это вот под Петербургом, Пушкин. И там музей Первой мировой войны. Причем с этим музеем интересно, они ведут свой счет, как будто им сто лет, потому что он реально готовился, этот музей, когда еще шла война. И они, и когда вот трофеи, которые брались на войне, они перевозили в Петербург, и были выставки, во время войны уже выставки трофеев. Там даже аэроплан пригоняли. Вот, и тогда же вот было запланировано, что в Ратной палате вот там будет, не знаю, музей. Но произошла революция, то есть музей этот, по-моему, если он был открыт, он проработал, ну, неделю, месяц. Все, он закрылся, как бы история на этом прервалась. И его открыли в 2000-е годы. Они сказали, что тогда был открыт, и сейчас им сто лет. На самом деле он тогда месяц он проработал, и он открылся. Современный музей, очень классный, там много и инсталляций, там предметы самые лучшие. Вот мы, кстати, когда готовили выставку, еще смотрели на сайтах, что можно прикупить Первой мировой войны, чтобы оказать народу. И как раз рынок был осушен, наверное, деятельностью вот этого музея, потому что они закупали все, и там шикарные коллекции. У них и снаряжение, мундирование, в чем видно, что там многие реконструкции, то есть копии, а видно, что многие предметы подлинные. То есть тогда вот начало 2010-х годов, вот интерес к Первой мировой войне, он был, ну, просто колоссальный. Я вспоминаю, мы когда истали литературу, и находили книги, ну, выходили книги современные, мы все это просматривали. Я помню, была какая-то книга, посвященная вооружению, написанная, точнее, составленная по материалам Википедии. То есть, представляете, какие-то ловкачи ввиду юбилея, вот они взяли из Википедии какие-то статьи про оружие Первой мировой войны, надергали. Вот что Вера Леонидовна говорит, это действительно же так, Первая мировая, ну, это термин современный, тогда она так и называлась, но очень удачно получилось, что именно это слово первое, потому что реально это впервые Европа была перегорожена просто от сих до сих, там, дважды, на Зародном фронте, на Восточном. Война называли Вторая Отечественная. Да, впервые армии насчитывали миллионы человек, то есть, таких армий никогда раньше не было. А изобретение, ну, и применение химического оружия, его вообще историки сравнивают с появлением пороха в Средние века. То есть, это был настолько скрочет, но люди им не предполагали. Вот эти страшные жертвы от ядовитых газов, это, мы уже ко всем привычны, а для людей начала 20 века это был шок. Тем более, крестьяне, которые их забрали из Тихины, из деревень, они это вообще не знали. Для них это было, ну, что... Даже не представить, что у них было и творилось. Когда они железную дорогу видели в первый раз, а тут они приезжают и аэропланы идти, бросают бомбу. Первое такое ранение было, когда тихинцы отмечали день Тихинской Божьей Матери, праздник, покой праздник, когда прибыли в Австро-Венгрию. Вот именно так произошло. Они собрались на молебен, и у них был на алое список тихинской иконы, которые пожертвовали все население Тихинского уезда. Были собраны деньги, и вот у них был этот список, они служили, и аэроплан немецкий, ну, вероятно, он увидел скопление людей, мы об этом пишем, бросил бомбу, а в бомбу ведь бросались как? Вот она висела как бы на внешнем борту самолета, и просто пилот брал его с крючка и раз, и в детстве сбрасывал. И один тихинец получил ранение там в плечо. Вот. Об этом в книге написано. Так вот, действительно, Первая мировая была во многом первая, и о чем я говорю? А, поговорил про Ратную палату, да, что мы готовили выставку, то есть очень много изучали, смотрели, что выходит, какие книги, очень старались не пропускать, но потом просто уже пошла настолько большая лавина, вот к юбилею как раз, что, конечно, выпущено было очень много. И поскольку вообще, вот я тебя перебью, поскольку мы занимались этой темой, мне казалось, что все вокруг занимаются только Первой мировой войны. Это вот слух постоянно, телевизор включаешь, Первая мировая, в библиотеку пришел Первая мировая, в книжный магазин зашел Первая мировая, там выставки Первая мировая. То есть мы, на самом деле, помимо Ратной палаты, еще съездили в несколько музеев, в которых были открыты выставки, но, конечно, они уже ни в какое сравнение не шли. Помнишь, в музей политической истории мы ездили, да, там тоже была выставка. Был большой анонс по Петербургу, мы даже в метро едем, и там афиши, приходите в музей политической истории, там большая выставка. А там смотреть было нечего. Было несколько плакатов того периода, и каска, и, ну что меня поразило, тогда эти противогазы для животных. Вот. И больше ничего, смотреть там больше было нечего. Но заявлено это было просто. И когда к нам приезжали какие-то посетители, которые уже посмотрели в Петербурге вот эти выставки, говорили, ничего себе, как же это ваш такой маленький провинциальный музей смог открыть такую, в общем-то, достаточно солидную выставку. И нам было очень приятно, что получилась такая выставка, и поэтому мы решили на этом не останавливаться, и дальше писать, изучать, написать книгу. Ну, это тогда, когда Игорь Вадимович пришел, потому что сами мы поехать в Москву, попробуйте несколько раз, десяток раз съездить, это же огромные деньги. Вот. И помимо всего прочего, когда мы писали книгу, также вот встал вопрос о том, что чем мы будем ее иллюстрировать. Потому что в собрании музея, может быть, было 3 или 4 фотографии, связанные с историей Первой мировой войны, и больше никаких материалов не было. И мы, вот, Виктор говорил о том, что мы стали усиленно искать на различных сайтах, и даже подписались на все, что давал Тихвинский, 431-й Тихвинский полк. И нам стали приходить какие-то материалы, и вот как раз, вот вы видите на обложке фотографию солдата, 431-го полка, у него как раз на погонах можно увидеть цифру 431. Это, почему еще эта фотография встала на обложку нашей книги, потому что именно с нее все началось, это была наша первая добыча. Вот. И она нам принесла удачу, поэтому мы вот ее решили поместить на обложку книги, и один петербургский дизайнер, который работает с музеем, Никита Сазонов, увидел в интернете нашу обложку, говорит, Вера, какой классный дизайн. То есть ему вообще, как сидит сам солдат. И Виктор мне говорит после этого, а ты знаешь, представь, мог бы сто лет назад солдат, этот солдат подумать, что он окажется на обложке нашей книги. Такое ощущение, что он действительно позировал конкретно для нашей книги. Ну, и также на обложке нашей книги вы можете увидеть печать 431 полка, на которой опечатаны все документы. Мы тоже ее решили, потому что она на документах смотрится очень красиво, это сургучная печать, и мы тоже решили ее сюда прийти. Ну, художник нам предложил вот ее немножко видоизменить, сделать ее в таком графическом дизайне, хотя мне изначально хотелось сделать ее именно такой сургучной, но вот он сказал, ну, действительно получилось очень стильно. А это фото Кузнецова? Нет. Неизвестное фото. Неизвестное фото. И вот все, что мы закупили, касающееся 431 полка, это никак не связано, это не фотографии Кузнецова, они сделаны на территории вообще некоторых других государств, либо на территории Лифляндии, которая тогда входила в состав. Россия, сейчас это уже отдельное государство. Скорее всего, это территория современной Латвии. Да, я тоже не знаю. Потому что мы думаем, вот он сидит в ватных штанах, и вот у него снег на сапоге, скорее всего, это зима, и вот штык от винтовки Арисака. Мы знаем, когда были, потому что техницы пошли на войну, сейчас винтовками Бердана номер 2. Это винтовки, которые еще... Это еще винтовки, почти середина 19-го века. Вот, они были очень удобны, и их заменяли на оружие, но более совершенное. Вот, и вот как раз у него штык такой. Да, это японская винтовка Ариса. Скорее всего, конец 15-го года. Ну, зима 15-го, 16-го года. Кстати, связанная тоже, она не такая... Не похожа на Тихинскую? Не, нет. Не, нет, да, конечно. Это вот Польша, Прибалтика, что-то, скорее всего. Ну, да, скорее всего. Вообще, вот еще про фотографии можно добавить, что фотографий в Первой мировой войне, конечно же, очень много. Военных, вот русская армия, в каждом полку был фотограф. И у нас даже известно, и мы тоже про это пишем, в тех частях, где касается описание хозяйственной деятельности полка. И у нас описывается, что вот в какое-то время, например, закупались фото принадлежности. То есть, по документам видно. Потом был штатный фотограф полковой. Мы это упоминаем. Вот, то есть, 100% в полку были не один даже, а несколько альбомов. Это было вообще заведено в русской армии. Постоянно военные фотографировались. Вот, и сейчас, вот если, ну, даже в интернете наберете полковой фотографии, то какой-то там Бегевский полк или какой-то, вот им повезло, почему? Балкский. Да, и там сохранились эти альбомы. То есть, вот у тех полков, у которых альбомы сохранились, вот они сейчас и известны. А Тихинский, они, вероятно, сгорели, потому что нашему полку досталось, когда они отступают. Ну, вот здесь, надо сказать, что это на самом деле неизвестно, потому что, когда я ходила, просила разрешения работать с фотоархивом, российского военно-исторического архива, мне было сказано следующее, что где-то в середине прошлого столетия было такое указание, чтобы открыть Красногорский, ну, тем, кто работает в архиве, знают Красногорский архив, необходимо было какую-то, ну, основу, заложить базу этого музея, архива, наполнить его. Поэтому какие-то архивы стали дербаниться. Ну, это слово не побоюсь назвать, потому что из полковых документов стали изыматься фотографии. То есть документальный фонд оставался в военно-историческом архиве, а фотофонд передавался в Красногорский архив. Также я созванивалась с различными сотрудниками Красногорского архива, которые сказали, «Да, Вера Викторовна, у нас фотографии, это дело было, но прошло уже, там, 50-60 лет, и эти фотографии так кучами в архиве лежат. И, к сожалению, многие из них уже на сегодняшний день невозможно аннотировать. Есть ли там ваши фотографии, нет ли, мы сказать не можем, потому что сами мы все эти фотографии сейчас разобрать не можем, а вас впустить мы не можем, потому что, то есть нужно как-то каким-то образом учитывать. Естественно, постороннего человека в архив не пустили, работать с документами, которые еще не разобраны, которыми не пристроены те или иные номера. И поэтому мы все-таки, конечно, надеялись на то, что где-то что-то всплывет, но, к сожалению, удалось найти не так много материалов, как мы хотели. И вот еще один такой замечательный случай случился, когда уже у нас книга была отдана в печать, то совершенно случайно нам в музей принесли фотографию 321-й дружины, солдат 321-й дружины, которые были как раз призваны в августе 1914 года. И мы с большим трудом уломали нашего дизайнера, чтобы он включил эту фотографию в нашу книгу. И, конечно, слава Богу, что он пошел нам на уступки, и это удалось сделать, потому что еще вот одна фотография пополнила нашу книгу. Тем более, что именно с нее это все начинается. Это 3 солдата, 321-й дружины, и это мы узнали тоже по погонам, которые читаются на... я еще 2-й... Цифры. Да, цифры. 325. Там написано 321 и ниже цифра 3. Что это означает? Это означает, что 3-я рота 321-й дружины. И, конечно же, это тоже для нас была большая удача. И... В самый последний момент. В самый последний момент. То есть это тоже достаточно-достаточно трудно. Надо сказать, что редактора это мы беспокоили просто постоянно. Потому что... Работа над книгой, вот у нас первый был такой опыт, и всегда что-то хочется улучшить. Но это... И предела, причем, совершенно нет. Потому что... Вот сегодня ты думал, что вот эту главу-то закончила, и больше к ней никогда не вернешься. Также вот фотографии. Мы сделали... Отобрали фотографии, а вот нет, давай разобьем вот так. Нет, давай потом вот так. Представляли очень много раз фотографии. Думали, как разместили блоки, по какому принципу их сформировать. То есть очень-очень много, работливо и по многу раз переделывали. А, еще вот у нас было открытие, не помню, где я увидел, откуда эту идею позаимствовал. По-моему, в каком-то музее. Мы, поскольку сами работаем в музее, выходим часто по музеям, то где-то вот... Была выставка, уже не вспомню где, где были расширены этикетки. То есть этикетка подпись к предмету и еще там буквально абзац, небольшой иногда две-три строчки. Какая-то короткая история или какая-то ремарка. Мне так понравилось, что не просто смотришь предмет, а еще с какой-то историей. Вот. И мы, я верю, предложили, что давай так же применим. И к фотографиям мы старались их немножко побольше... Ну, там, где можно было сказать. Там, конечно, мы рассмотрели, какие звания это написали. А главное, что мы сделали, это применили это на вклейке с картами. То есть у нас, где карты, там везде вот подпись включает описание. Читать их, может, будет сложновато. Я имею в виду карты читать. Потому что они все на иностранном языке. Вот поэтому... А, мы пишем на русском. То есть, поэтому, когда читаете, если у вас будет книжка, будете читать подпись к карте, то там все названия, они все есть на карте. Их надо просто, ну, привыкнуть, глаз привыкнет, и их можно выключать. Ну, на самом деле, самым большим достижением, я считаю, что мы сделали расширенные этикетки к привычным уже нам фотографиям. Несколько фотографий тихвинских мы разместили здесь. И фотографии тихвинцам эти очень широко известны. Это фотографии открытки начала 20-го века, сделанные Кузнецовым. Все вы, кто живет в Тихвине, да и не в Тихвине, все прекрасно знаете эти фотографии. Но каким образом они связаны с историей Первой мировой войны, наверное, не знал никто. Поэтому для меня, например, большей задачей и большим успехом было именно написание этикеток для привычных уже нам фотографий, что же было здесь, именно, что же было здесь в годы Первой мировой войны. Ну, в частности, вот мы написали, что на главной площади, на каменной, как они в документах упоминаются, площади, была присяга. Это было 24-го августа. Ну, кстати, в этот день мы посмотрели две остальные дружины, которые тоже вошли в Тихвинский полк, они тоже присягали 24-го августа. То есть присяга, она была такая общегосударственным делом. Видать, был издан циркуляр, чтобы воскресенье это было, чтобы всем присягнуть. И очень многие дружины присягали. Вот все, которые вошли в Тихвинский полк, конкретно, три дружины, вот они все присягали в один день. И у нас это было как раз на каменной площади, где вот сейчас памятник звезда. У нас подробно это все описано. То есть там солдаты были построены покоем, то есть в форме буквы П. Там был аналой, священник, присягу принимал священник, потому что в российской армии религия она занимала одно из виднейших мест. И присяга, она считалась таким религиозным обрядом. То есть там офицер зачитывал текст, и мы помещаем этот текст. Это тоже интересно почитать, что слышали солдаты. За ним их заставляли повторять, они сами не читали. Ну и чтобы ускорить, каждый не будет читать, а все, сколько их там было, 900 человек, 990 человек, они все повторяли вот этот текст, принимал присягу, то есть офицер зачитывал статьи закона, а саму присягу читал священник. Вот они повторяли их за священником. И совершенно точно, что аналой был и там крест, Евангелие, и была какая-то икона. Вот она, к сожалению, в полковых документах не упоминается. Но вообще полковые документы это отдельный такой жанр. Там, например, никогда не писали инициалы людей. Сколько мы намучились, чтобы найти, у нас даже остались командиры полка без инициалов. Они всегда пишут там власов, власов, власов. Вот мы едва-едва нашли по делу, когда он получил ранение. Какие хоть ими были инициалы. Или вот из Тихинского полка, когда ушли, был подполковник Свидерский. Вот у нас в Тихинском-Земском календаре упоминается Свидерский Андрей Иванович, по-моему, а и инициалы. И он в это время, в 15-м году, был инспектором реального училища и преподавал математику. Может быть, это был его родственник. Но Свидерский, он так и остался одним Свидерским. Ни буковки было бы им не приписать. И поэтому они писали, когда про присягу, что сдать присягу, все, не было упоминания никаких вот этих святынь. То есть, какая это была икона, и мы, конечно, думаем, что это Тихинская икона Божьей Матери, поскольку она в боюру было бы поедать. Георгия Победоносца. Что? Георгия Победоносца икона, наверное, была. Не обязательно. Не обязательно. Ну, потому что все как бы военные ей поклоняются. Нет, нет. Вот в одной из дружин, которая была собрана в Старой Руссии, 318-я Новгородская, вот там командир ее был очень религиозный. И он буквально там начало, вот у нас, в Свидерске, он был совсем не религиозный. Поэтому он, есть его слова, его обращение к толку, например, и он религиозную риторику вообще не использовал. А вот в дружине 318-й в Старой Руссии, там буквально первый день, когда только пришли первые ратники, несколько сотен человек, сразу же пошли в церковь. И они, когда месяц находились в Старой Руссии, из церкви, ну, почти не выходили. И он, тоже вот его есть слова, мы там где-то тоже приводим большой такой отрывок его благословения. И он постоянно он в Господе, он все упоминает, и он говорит, что благословлял, помните, как я благословлял вас образом спасания рукотворного? Свидерский, это не который руководитель, это был владельцем Боровичевского уезда. Он был полковник? Да, там был один из таких. Только вы сказали АИ, а там был ИИ. Ну, можно, сложно узнать. Кто знает, это вот связано не только с гражданскими людьми, но и со священниками. Так, вот в Тихвинском полку было три священника. И первым священником, с которым уехали из Тихвина, был иеромонах Феофил. Кто такой? О нем мы тоже искали сведения, мы, к сожалению, ничего не нашли. Иеромонах Феофил ни фамилии, ничего больше не было о нем указано и сказано. Вот некоторые личности в Тихвинском полку знаменитых нам установить, конечно же, удалось. В первую очередь это касается Эрнеста Фридриховича Дамберга. И нам было вдвойне приятно это выяснить, поскольку вот мы находимся, наш Острачинский музей находится в его домике. Он был призван, нам удалось найти его личное дело, то есть я просматривала два его личных дела. Он принимал участие еще в русско-японской кампании, и вот второй раз он пошел на войну уже в годы Первой мировой войны. И, конечно же, мы просмотрели его личное дело, но таких интересных сведений, которых мы о них не знали, конечно нам найти не удалось, но мы скопировали его автограф, и также в газетах Новгородский Север он работал в годы войны корреспондентом и очень много публиковал различных статей, особенно о Первой мировой войне, и публиковал большое количество стихов. И вот даже какое-то стихотворение туда вошло. Ну вы так же не писали, а стихи уже для какого качества? Да, ну стихи, надо сказать, не очень хорошие, но статьи писал он вот таким основным дням. Это, конечно, тоже было таким интересным открытием. Дальше и также мы вот еще выяснили личность одного священника, это отца Василия Бубковского, который впоследствии стал, это был полковой священник, как раз он занимал эту должность в самые трудные годы для полка, когда полк принимал участие в самых ожесточенных событиях военных, это 1915-1916 год и прошел именно самые кровавые походы, в том числе Брусиловский прорыв и, конечно же, очень был, по документам чувствуется, что это была очень сильная личность, потому что очень много внимания тогда уделялось моральной поддержке солдат, большое количество солдат погибало, было изувечено, ранено и в документах постоянно встречается упоминание, что он во время боев постоянно находится солдатами в окопах и поддерживает их. И, что самое интересное, его судьба тоже не так хорошо известна, потому что после Первой мировой войны его биография достаточно так описана мутно, и только дальше он встречается уже в годы Второй мировой войны. Его судьба очень по-многому похожа на судьбу отца Иоанна Гарклавса. И уже послевоенные годы после Второй мировой войны он стал архиепископом германским, берлинским и все Германии. Похоронен в Мюнхене. И вот эта личность, это очень выдающаяся церковная личность, и я считаю, что мы как-то должны тоже его поминать в своих молитвах и знать просто об этом человеке, потому что он фактически совершил подвиг в годы Первой мировой войны. Видимо, его судьба сложилась очень трагически, потому что я смотрела его личное дело, и поскольку это был священник, он был женат, у него были дети, но впоследствии, по каким причинам он стал архиепископом, это тоже надо, видимо, он потерял семью в годы Первой мировой войны, либо оказался в эмиграции, но сказать достаточно сложно. Конечно, хотелось бы поехать в Мюнхен, может быть, там поработать в каких-то архивах, может быть, там в Германии о нем знают гораздо больше, чем знаем сегодня здесь. И вот Мюнхенского полка стал отец Лачина, отец Лачина, все больше ничего не известно, даже не сказано его имя, но вот мы знаем, что есть такой известный в годы Первой мировой войны священник Василий Лачина, может быть, очень хотели, чтобы Василий Лачин был именно наш священник, но может быть, по каким-то косвенным источникам нам когда-то удастся установить, что это был именно он. Расскажи про надбок вообще. Еще хотел продолжить про отца Василия Бобковского, который стал архиепископом бирлинским и германским, я хотел сказать, чикагским именем, все время так сезонная святая. параллель с отцом Иоанном в том, что они оба участвовали в Первой мировой войне, единственное, что отец Бобковский был старше, потому что отец Иоанн пошел добровольцем в 16-м году, еще тогда его звали Янис, Гарклавс, и служил в Риге, а наши стояли совсем неподалеку. И когда Тихвинский полк шел из Латвии, из Литриандии, их переправляли в Австро и Ленгрию, там получились интересные такие вещи, что сначала полки из Гайнаша, то есть Айнаши, погнали наверх, первых, они там прожили две недели, потом их спустили обратно, то есть они спустили, ну, все шли пешком, там километров 60, вот, потом обратно, а потом по Литриандии они сделали большой круг и пришли в Ригу, вот, и когда они шли, они проходили через деревню Гарклавсов и там ночевали, вот, и, ну, конечно, с Янисом они не встречались, хотя он тоже в это время служил в Риге, вот, а параллель еще в том, что вот этот отец Василий Бабковский, он, у него судьба тяжелая, он, когда был, вот, закончилась Первая мировая война, вот, границы разделились, и вот судьба отца Иоанна ведь тоже была сложна, да, из церковной семьи, и потом отец Иоанн имел дело с фашистами, и отцу Василию Бабковскому тоже, а он попал еще к украинске националисты, там как раз подняли голову, и церковь русскую они разрывали, вот, и находясь в оккупации и под давлением от украинских националистов, отцу Василию, конечно, приходилось очень тяжело, тогда уже архиепископу, вот, и он отстаивал, и сумел отстоять, что в той церкви была образована при фашистах автокепальная церковь самостоятельная, белорусская, вот, и он отстоял, чтобы язык сохранялся церковно-славянский, а были предложения служить и по-польски, и по-украински, вот, и даже местный гестапо характеризовал, есть характеристики отца Василия, что это великорусский церковный организатор, то есть он был под подозрением, и, ну, пришлось, конечно, ему с войсками уходить, вот, так же, как отец Иоанн, тоже отступал, да, из религии с тихвинской иконой, так же отец Василий, вот, он тоже ушел на территорию американской зоны инструкционной, и там остался, вот в Мюнхене, в Берлине, потом проживал тоже, ну, тяжелее, что у него была жизнь, и вот так интересно, что он, когда еще служил в тихвинском полку, то, что он прошел с нашими, с отечественниками, всю эту мясорубку, может быть, это тоже как-то повлияло, что он стал такой более закаленный, такой более твердый человек, конечно, надо было иметь выдержку большую. А, ну, еще одна личность, это отец писателя, Владимира Набокова, Владимир Дмитриевич, вот, он был политик, один из деятелей кадетской партии, жил в Петербурге, вот, и когда началась война, его призвали, и вот он попадает как раз в 318-ю новгородскую дружину, в Старую Руссу приехал, вот, потом он тоже попадает в Выборг, и в документах, мы просматривали документы дела вот этой дружины 318-й, ну, там буквально пару раз вспоминается, что куда-то съездил в командировку в Петербург и вернулся обратно. Вот, он был адъютантом, то есть, ну, когда мы занимались, работаем над книгой, мы поизучали Набокова, и у нас же даже есть музейного детства филиал, откуда, да, садьба Рождества. коллеги нам не смогли ничем помочь, потому что материалов от отца, вот, писателя, их, ну, не так много, и военных нету, то есть, а его в военной молодости нет, вот, но есть интересные его воспоминания, то есть, сам Владимир Дмитриевич оставил воспоминания. Конечно, они все посвящены революции, и вот этой деятельности, когда было грузовано временное правительство, потому что он стал там видным человеком, очень большой пост занимал, вот, и участвовал даже в отречении последнего Романова, не императора, а именно последнего Романова, вот, и вот в этих воспоминаниях, у него там есть такие строки, которые вот, нам были бы очень полезны, и он пишет, в начале войны меня призвали в дружину, а потом в Левьянте я служил в полку, и вот, и он так пишет, что интересно было бы написать заметки о вот этой службе в армии, но этим я займусь как-нибудь потом, что это было бы не безинтересно для публики, но я, ну, напишу это, и он так и не написал, вот если бы он написал, как бы это было интересно, что отец писателя Набокова, он бы описал, как он служил в Тихвинском полку, но он не исподобился, ну да, то есть, вот еще самое интересное, то, что он из Тихвинского полка сразу поехал отрекать Николая Второго от престола, то есть, какая интересная, подрос, мы все время, мы все время об этом говорим, да, и то, что он составлял вот этот документ, который, акт отречения, который подписал Николай Второй, то есть, это составлял вот участник нашего 431-го Тихвинского полка, и, ну что, кого-то мы еще не назвали, из-за длинных личностей, ну, а, ну, и еще, конечно, хотелось бы сказать о полковниках, да, руководивших Тихвинским полком, среди них тоже хотелось бы выделить личности, одну, это отца, отца уже, Владимира Николаевича Балаговского, который, который, ну, в самые такие трудные моменты руководил Тихвинским полком, это кадровый военный, и, конечно же, даже по документам чувствуется, насколько это был профессиональный военный, насколько четко велись документы, насколько была организована боевая работа, и именно благодаря его руководству, 431 полком, значит, полк достиг таких вот больших высот и результатов в ходе военных действий. Также мы, его биография неизвестна, в его личном деле говорится только о его, его личное дело заканчивается в 1918 году, когда его из Тихвинского полка переводят на повышение, в какое-то управление, сейчас уже не помню, вот, но это у меня тоже, в книге это у нас все указано, и дело все в том, что мы очень хотели также восстановить его биографию, но, к сожалению, никаких сведений не нашли, и мы так придумали такую, я придумала такую вещь, я ВКонтакте нашла всех людей с фамилией Балаговский, и написала, я написала больше ста писем, то есть я написала всем людям, носящим фамилию Балаговский, с просьбой откликнуться, может быть, это ваш родственный, и надо отдать должное, что, написала, что вот мы пишем книгу, и у нас вот такая потребность, нам интересно было бы узнать, судьбу полковника Балаговского, и что сначала долго никто не отвечал, а потом, видимо, вот эти 100 человек мне все ответили, и сказали, что мы бы рады вам помочь, но, к сожалению, фамилия Балаговская это наш псевдоним, который взят из книги римских Корсаковых, из какой-то книги родственников римских Корсаковых, и я думаю, ну ничего себе, мы искали, и все-таки опять вернулись вот, опять какую-то нашли другую ниточку, я уже сейчас не помню, надо просто эти записи, мы, ну вот мы для себя тогда отметили, что надо тоже этим заняться, потому что в какой-то книге потомков римских Корсаковых есть такая героиня Ася Балаговская, дочь полковника, и вот может быть эта книга написана про нее, и вот может быть мы как-то через римских Корсаковых вот эту вот историю узнаем, то есть понимаете, вот такой интересный такой круговорот, который нас поставил совершенно на какие-то другие рельсы, и, значит, вот что-то выявил, помимо вот, конечно, личности, было сделано очень много других таких научных открытий, то, о чем мы, например, никогда не знали. А про этого Балаговского еще вот среди одного из ответов один молодой человек отвечал, что это не мой родственник, но у вас такая интересная деятельность, давайте вам чем-то помогать, напишите мне какую-нибудь работу, я тоже поищу, то есть мы такие. И вообще, когда писали книгу, как планировали, что мы когда ее издадим, чтобы, ну и не только, чтобы подготовить общественность Тихвинскую, но и вообще, чтобы донести вот эту память, постепенно, да, увеличивать долю информации о первом мировой войне, мы вот с Тихвинской недели сотрудничаем и с Татьяной переговорили и публиковали целую серию, вот если кто-то читает постоянно Тихвинскую неделю, там, наверное, около 10 статей вышло, вот, и мы, когда приезжали из архивов, основе каких-то впечатлений, там даже про имена лошадок писали, были разного плана статьи, вот, и мы писали, так постепенно туда публиковали, вот, и после этого, ну, мы замечали, что у людей, у тихвинцев обратную связь мы какую-то получали, например, были такие случаи, что в музей приходит много разных людей, и вот приходит, например, какая-то старушка или какой-то дед пришел, вот, и тоже какие-то фотографии показывают военных, Первой мировой войны, вот, мы все смотрим, да, и он говорит, мы спрашиваем, где служил, в 431 полку, мы, конечно, удивились, ну, что вы знаете, вот, и мы тут, ну, с ним ведем разговоры, понимаем, что он ничего не знает, он просто начитался от статей, и, ну, имеется фотография, ну, конечно, мы с моих там служили, и вот мы, вот с ним когда поговорим, он абсолютно ничего не знает про предков, да, кто служил, неизвестно, но вот у него уже вот фантазия, да, как бы вот в памяти, вот он, какие-то мозаика встала какая-то на место, вот, вот были такие моменты, потом мы... Подожди, подождите, переплюсь, все-таки мне хочется сказать, вот в этом зале присутствует тоже очень удивительный человек, Татьяна Ивановна Чусева, Татьяна Ивановна, встаньте, пожалуйста, вот, она тоже, прочитав наши статьи, она пришла к нам в музей и принесла нам фотографии своего прадеда, тоже участника Первой мировой... Дедушки, дедушки, да? Дедушки, участника Первой мировой войны. Я пришла сюда с фотографией. Фотографию в Петрограде сделала. Да, и тоже подарила к нам в музей несколько фотографий Первой мировой войны. И вот мы очень ей благодарны за то, что вот она оказалась из тех, людей, которые открыли, и вот спасибо большое, что вот Татьяна Ивановна передала с большой любовью эти фотографии, которые вот на многие-многие годы, а может быть, даже столетия, тысячелетия сохранятся в Тихвинском музее. Спасибо вам большое. Вот. И вообще отклик в наших... Да, в ВКонтакте была создана группа тихвинских латышей. И мы с Виктором очень радовались, когда обнаружили эту группу. И мы стали смотреть, что же в этой группе интересного можно было бы... Ведь латыши сюда пребывали в Тихвин в огромном количестве в беженцах, потому что на территории Лифляндии шли боевые действия. И сюда латыши шли в огромных количествах. И вот именно с Первой мировой войны образовалось здесь такое этническое сообщество. И мы думали, вот наверняка они-то что-то знают. И я начинаю читать статью, я начинаю читать материалы, которые... Это группа ВКонтакте. Группа ВКонтакте. Думаю, ну, надо же, как интересно. И что это мне это все знакомо? И потом, дочитывая до конца, я думаю, что все мои статьи они разместили в своей группе, и на основе моих статьи они и создали эту группу. Ну, вот мы им писали ребятам, но они так нам не ответили. Но здорово, что вот наша работа способствовала какому-то объединению людей и созданию вот такой этнонациональной группы ВКонтакте. Но самым большим потрясением для меня стало письмо из Болгарии. Один болгарин прочитал все мои статьи, которые были опубликованы. вот еще замечательно то, что Тильвинская неделя выкладывает статьи, они не только выходят в физическом виде, они все выложены в интернете. И вот один болгарин написал мне письмо, причем он никак не мог найти меня, и он написал письмо в Санкт-Петербург, и это письмо как-то, каким-то образом оказалось в музейном агентстве. Кто-то его принес в музейное агентство, и я приезжаю в музейное агентство, и я говорю, Вера Викторовна, вам письмо из Болгарии. Ну я думаю, с какой стати мне, где я, и где Болгария. И вот я открываю письмо, и мужчина мне пишет, что, дорогая Вера Викторовна, я прочитал все ваши статьи, и вот у меня в семье сначала хранил мой отец, а теперь храню я память о Тихвинце, участнике Первой мировой войны. Войны Сергея Сергеевича Веревочкина. И я получила это письмо, я просто неделю вообще не могла прийти в себя, я ходила, как будто мне обухом дали по голове. Потому что, как же так, вот человек в Болгарии прочитал мои статьи и написал мне. И в этот момент мы делали выставку совместную с петербургской художницей. Но я не буду об этом рассказывать, просто вот косвенно расскажу. И мы должны были ехать забирать эту выставку, она есть вот тоже по музею Ленинградской области, находилась в Волхове. И я никак не могла долго найти машину. То время не совпадало, то место не совпадало, то машина оказывалась не такой. И вот в один прекрасный день я нашла все-таки мальчика, который мне привезет эту выставку. И когда я сажусь в машину и знакомлюсь с ним, как вас зовут? Я говорю, меня зовут Лера Викторовна, как вас? А меня зовут Леония. Я говорю, очень приятно. Ну, там, я водитель, а я директор музея. И он мне говорит, а вы должны знать мою бабушку. Я говорю, а кто ваша бабушка? А вы знаете семью Веревочкиных? И тут я, представляете, вот только мне вчера пришло письмо. И я сажусь, и представляете, вот столько машин отменилось, и я села именно в ту машину, где был Леня Веревочкин. И он мне говорит, я говорю, я тут, представляете, вот этот разговор у нас состоялся на первой минуте нашего знакомства. И я ему говорю, Леня, вы знаете, что мне вас послал Бог. Он останавливает машину и говорит, в каком смысле? Я говорю, Леня, представляете, у меня такая случилась ситуация. Он говорит, подождите, я сейчас позвоню своей маме. И он звонит своей маме, и мама говорит, и мама, ну, передает мне трубку, он говорит, я говорю, вот так и так, она говорит, а вы представляете, мы этого родственника, вот, говорит, моей маме уже 90 с лишним лет, она была директором библиотеки, вот мы живем на Римской, и адрес, который указан в письме вот этого болгарского человека, этот адрес, по которому сегодня продолжает жить семья Веревочки, то есть там уже третье покоение. И вот это было за неделю до смерти Людмилы Николаевны Вереночкой, которая всю свою жизнь разыскивала своего дядю, участника Первой мировой войны. Так получилось, что в годы он был офицером, командовал лодкой на Черном море и Урал, и вот, к сожалению, она не смогла прийти в себя, она уже была в забытии, и, к сожалению, она вот не узнала эту новость, что мы его нашли. Вот таким вот путем удалось нам найти родственника спустя сто лет, и она говорит, и я говорю, что он в письмах упоминает все время своего брата Артема, а он говорит, а как раз вот я своего сына, Артема, который вас возил, назвала в честь его брата. И то, в общем, вот такие вот ситуации, такие вот случаи интересные происходили в ходе написания книги, которые, конечно, заслуживают, и которые просто были мне даны промыслом каким-то божем, потому что все это случилось не просто так. Даже когда мы знали, помнишь, в магазине? Ну, расскажи. Ну, это такой больше потешный случай. Когда началась война, то император Николай II предложил, чтобы поднять в боевой дух войск, выдать ополченские знамена 1855 года. Тогда шла Крымская война, и по всей стране в Российской империи собирались ополчения. Ну, не во всех городах, но во многих. Вот. И у них было у ополченцев особое знамя, по которому это полки неармейские, то им давалось знамя такое зеленое полотнище, где по центру крест, он напоминает крест, ну, такой четырехконечный, и монограмма императора Николая I. И надпись «За веру, царя» и внизу, и «Отечество». Вот, зеленого цвета. Вот. И император Николай II повелел выдать в города, вот, во время Первой мировой войны уже дружину, вот, те старые ополченские знамена. Ну, захотелось всем, и другие дружины, они просто шили себе, делали копии. Вот даже выходили газеты, вот можно посмотреть газеты начала войны 1914 года, и там даже есть реклама, там «Наша ТГСа шьет вам ополченское знамя». Вот. И Тихницам тоже стал вопрос, чтобы выдать ополченское знамя, поскольку наш город отправлял дружину, соответственно, в Крымскую войну, компанию. Вот. А знамена эти, когда полки пришли в середине 19 века пришли обратно в дружины на территорию Новгородской губернии, они хранились не в городах уездах, а хранились в Новгороде, в Софийском соборе, там был особый отсек, где стояли вот эти знамена. Вот. И наша дружина, она это знамя не получила, а получила его только, когда была уже в Выборге. То есть, когда из Тихмина, в Тихмане были ровно месяц, перевели их в Выборг, военный лагерь, и вот депутация офицеров съездила за знаменем, привезла его, вот. И, собственно, оно было в дружине, а потом в Тихвинском полку. И мы хотели изготовить тоже копию вот этого знамени и специально связались с одним из музеев, нашли, где есть подлинное такое знамя, уцелело, все-таки это редкость большая, вот. И попросили у них написать размеры, даже размеры букв. И даже вот на картинке, там неясно, это буквы вышитые и нарисованы краской, вот оказывается краской. И рисовали просто краской. Ну, это зато шелк. Вот. Двусторонний шелк. И вот мы с Верой, я как-то ее говорил, что все ныл, давай сделай тоже копию знамени. Вот. И мы пошли как-то в магазин выбрать ткань. Да. Выбрать ткань. На площади свободы. И когда входим, там как раз продавщица раскрывает зеленое полотно. Вот есть магазин, на весь магазин расстелено зеленое полотно цвета ополченского знамени. И я бы не думала, что это знак. Просто. Но, к сожалению, ткань оказалась такое, типа, сукно какое-то, да. Очень тяжелое. И цвет вот этот. А ведь знамя ополченского не получили ни в Выборге, ни в Петрограде. Нет. Нет, Володя. Ну, это даже есть вот такой-то, даже в книжке написано, что они получили в Петрограде, а после они были уже в Выбор отправлены. Дело в том, что по документам мы последили, что 321-я дружина никогда не была в Петрограде. Она ехала напрямую в Выборг. А как она могла напрямую в Выборг через Питера проехать? Выплатите, пожалуйста. Вот это, кстати, хорошо, потому что, когда мы писали книгу, тоже у нас были споры, она все-таки получилась такая довольно объемная, и Вера говорит, что может быть мы какие-то моменты будем излагать более лаконично. А я настаивал на том, что будем прямо долбить, и в некоторых случаях у нас там повествование просто по часам идет. Например, когда создавалась дружина, мне казалось это интересным, и что, например, даже телеграммы о том, что будет объявлен призыв, они приходили ночью, какие-то, например, полвторого ночи. То есть в полицейском управлении, когда война еще не была объявлена, но ночью сидели люди, и вот они получали телеграмму, а на утро они уже собирались, и уже вместе с городской думой, земским собранием. и вот как раз есть документ о том, я не помню точно какого числа, но именно в Выборге Тихвинская, вот 321-я новгородская дружина получила знамя свое о Полчанской Выборге. Это известный факт, и он проверен на нескольких документах. Также вот есть, ну Вика, расскажи еще, есть одна книга одного исследователя про Полчанские знамена. Да, про вот этот принцип, что мы писали так довольно подробно, то есть в некоторых случаях у нас по часам, а в основном рассмотрено даже вот по дням, то есть мы уже не вплоть до часов, но, например, когда боевые действия, там иногда часы упоминают, например, когда атаки шли, то есть там вот читать книгу, конечно, навряд ли кто-то ее прочтет всю целиком, но она зато настолько такая подробная, что если кому-то вот интересен какой-то конкретный момент, например, как шел бой, и там первому бою посвящено просто несколько страниц, и можно, если именно этим интересуешься, то прочитать, когда люди встали, когда они там первого раз поели, когда они пошли в бой, когда было затишье, и вот прямо посмотреть, составить впечатление, как им тяжело было, что у них на протяжении нескольких недель, когда они вообще могли даже поспать, что было мало времени, чтобы просто отдохнуть. Вот и то, что вот озвучивает Владимир, вот когда получили, вот никаких вопросов не будет, когда прочитаешь. Дело в том, что у нас прямо рассмотрено, что они в Тихмине в 8 вечера сели на поезд, потом прибыли на станцию сортировочную, попили чай, потом прибыли на следующий день в Выборг, вечером их не выпустили из вагонов. Ну, просто как они мимо Питера могли приезжать? Это уже вопросы к тем, кто мог бы говорить другую точку зрения. Вот у меня просто есть вот, которые, ну, интересно, нам и написано, что они... Это может просто какая-то такая дружина, дело в том, что они... В Петрограде. В Петрограде они даже не заезжали в Петроград, они проезжали мимо. И остальные тихинские дружины Выборг... Я просто вот у вас спросил, как это, специалистов... Ну, в документах, Володя, вот тут надо понимать то, что в документах нигде не говорится. В документах говорится, что они... Там даже известна дата, я сейчас просто не могу ее так назвать сходу, когда конкретно, в какой день в Выборге было получено ополченское знамя. Хорошо, что мы писали подробно. Да. И было вот оно... Для меня тоже еще было так это знаково, что это будет... Ну, когда-то... Просто мой сын теперь тоже поет в Софийском соборе. Его взяли в основной состав хора Софийского собора. У меня старший сын пойдет теперь в Софийском соборе. Тоже такая вот связь определилась. А вот, кстати, еще недавно мы приехали, вот, Северя Екатерина, из Вологды. Там сейчас выставляются наши предметы, там большая выставка, посвященная кружевам. И вот со всей Ленинградской области, из музеев, ну, из многих, тоже кружевные какие-то вещи туда отправились, и в том числе наш один, в Лусской, какая-то косынка, да. И вот мы туда поехали вместе с коллегами, там большая была группа, вот, и мы в Вологде зашли в один из храмов, который прямо в центре города, около Кремля, и там интересно, вот, тоже повторяется эта традиция, ну, храм, и все, вот, а в углу стоит советское знамя с гербом, я так удивился, что там делает Ленин, и смотрю, а это знамя какой-то военной части, и у них там мраморная доска, и выбитая, ну, это уже современная поделка, вот, выбитая часть и фамилия, кто погиб, вот, и знамя вот этой воинской части, вот так и раньше. В годы Второй мировой войны. Да-да-да, как в стране. А потом, когда мы подошли, рассмотрели, то сбоку еще одна табличка, которая посвящена солдатам Первой мировой войны. Вот это вот Володе и Набтихе не можно было бы сделать то же самое. То же самое, тем более, что мы точно знаем по документам, что было принято такое решение, что в память о солдатах Первой мировой, увековечивать память солдатов Первой мировой войны в храмах, и делать памятные таблички. Вот кто был в морском соборе в Кронштадте, вы видели, да? И вот по такому же принципу создавались таблички в Тихвине. Но, к сожалению, интерьеров того времени не сохранилось, фотографии интерьеров того времени не сохранилось, и восстановить, были они в храме, не были, где они находились, ну, на сегодняшний день невозможно. Но я надеюсь, что все-таки мы восстановим все имена и где-нибудь их увековечивать. Ну, потому что... Вот эта церковная тема, она вообще очень интересная. И вот в архиве уже не в Москве, а в Петербурге, или в Новгороде, не важно, нашли мы такие сведения, ну, тоже занимались Первой мировой войной, и стали, и про Веденский монастырь. Вот мы хотим монахиням отнести, там, когда уже, по-моему, началась революция, уже 17-й год, и вот какая-то крестьянка вносит большие деньги, рублей 30, на вечное поминовение то ли своей матери, то ли что-то. То есть, она заплатила за синодик, чтобы поминали вечно, это именно вечное поминовение. И вот надо из архива эту справку скопировать и отнести сейчас матушкам, что, смотрите, а сто лет назад вы получили 30 рублей из 8 лица за нее вечером. Это вам? Да. То есть, эта традиция, она должна быть восстановленной, и мы это сделаем. Да, ну, и вот, также, интересный такой факт о том, что в Тихвине было создано воинское кладбище солдат Первой мировой войны. И находилось оно, было оно организовано перед входом на городское кладбище с правой стороны. И когда я это прочитал, а, и почему это было организовано? Потому что со всех сторон, вы помните, да, что кладбище находится на такой, на Николиной горе, и поскольку раньше с этой стороны не было никаких домов, то храм, кладбище, оно обозревалось со всех сторон. И поэтому вот и память солдат была увеканилечена тоже перед этим кладбищем. То есть было... И когда я нашла в архивах этот документ, то первое, что мне бросилось в голову, это вот насколько русский народ мыслит архетипами, поскольку когда шла афганская кампания, то сделать воинский мемориал солдатам и захоранивать их тоже было принято перед новым городским кладбищем. То есть люди, не зная о том, что было сделано в годы Первой мировой войны, спустя почти 80 лет поступили точно так же. Но вот, к сожалению, на сегодняшний день на этом месте находится пустырь, да, но там огорожено это все забором, там были какие-то чьи-то огороды, и вполне возможно, мы об этом сказали, кстати, настоятелю храма его многострадального, и также отцу Геннадию Шарькову, вот он обещал, что он там обязательно поставит памятный крест. Я надеюсь, что когда-нибудь эта память о солдатах и о воинском захоронении будет увековечена. А до этого еще надо там провести раскопки, чтобы точно установить, поскольку когда поднимаешься на Никольную гору, перед воротами кладбища справа, и может быть даже слева, дом стоит ниже, это прямо у самой стены, но дело все в том, что может быть это было и справа, и слева, но слева, как вы знаете, были захоронены уже показники, которые люди, погибшие 14 октября. Вполне возможно, что здесь уже культурный слой перемешался, и нам не удастся это до конца установить. На этом кладбище хоронили солдат, дело в том, что на территории Тихоу было 10 госпиталей, и всех, кто умирал в этих госпитале, хоронили на этом кладбище. Также была такая традиция с офицеров, все офицеры с личины тоже привозить на место захоронения на родину. С солдатами, конечно, такого не было, но может быть особо отличившихся тоже привозили и хоронили. И вот точно известно, что Бабановского, который, кстати, упоминается в Тихвинском земском календаре, привезли хоронить в Тихвин. Это содержится в полковых документах. И даже его тело отправили сопровождать солдата, который здесь, в Тихвине, заболел и попал в земскую больницу. То есть, вот такой тоже интересный факт содержится в полковых документах. Вообще, сюда, в Тихвинские лазареты приезжали с разных фронтов, и в том числе приезжали и военнослужащие Тихвинского полка. То есть, связь города с полком была постоянная. Мы даже в Тихвинской неделе писали про этот разгромный день, 22 июня, когда полк на треть был уничтожен. Там была атака очень провальная. Позиционная война известна, что основная трагедия Первой мировой войны в том, что техника начала 20 века позволяла строить длинные-длинные рубежи оборонительные, глубокую эшелонированную оборону, и ряды колючей проволоки, автоматическое оружие, пулеметы, даже без газовых этих атак, пулеметы и колючка, о них разбивались и пехота, и кавалерия. То есть, то, чем люди воевали уже 5 тысяч лет, пехота и кавалерия, наступая на колючку, они там застревали, и пулеметы, конечно, всех выбивали из строя. И у тихинцев был первый боевое крещение, очень удачный опыт, они очень быстро перебежали поле, буквально там за 2 минуты, захватили первую, неокупав вторую. И вот это, то есть, условием успеха была быстрота. Но Первая мировая война, это действительно кровавая, оппозиционная война, стороны посылали одни, свои войска, другие, и так вот все между этими стенами и ключевыми полоками разбивались. И вот эта трагедия случилась с тихинцами 22 сентября 1916 года. Тоже была ставка на быстроту, они быстро побежали, и, ну, бежали просто уже в огонь там, и взрывались снаряды, и губительный огонь из пулеметов. Вообще-то, больше третья полка погибла. И вот об этой трагедии узнали в Тихвин не только из писем, а и от раненых. Потому что доподлинно известно, что два человека, по-моему, один даже мастер-офицер, другой рядовой, вот они прибыли в Тихвинский лазарь, они здесь лечились, и, то есть, вообще у города связь с полком была постоянная. Вот мы даже, когда начали заниматься вот этой темой, нам высказывали, да, все-таки вот удалось проследить связь Тихвина и Тихвинского полка. Во-первых, нам удалось проследить то, что на основе 321-й дружины, которая была сформирована в августе 1914 года, был создан Тихвинский полк. И в 1915 году также полковым праздником был назначен день явления Тихвинской иконы Божьей Матери 26 июня 1900... Уже без тысячи просто полковый праздник даже, что... Да, ну, просто он был назначен именно в 1915 году. И этот праздник широко отмечался. То есть, во всех документах, в приказах по полку этот день отмечается. И также Исааки Петрович Мордвинов в своем дневнике пишет впервые за военную историю Тихвина создан 431-й Тихвинский полк, который является в истории впервые. То есть, вот Исааки Петрович даже в своем дневнике подчеркнул, что впервые за всю военную историю был создан именно Тихвинский полк, который носил название Тихвинский. Но надо сказать, что после Первой мировой войны тоже больше ни один полк не носил название Тихвинского. И вот в документах Тихвинского полка встречается переписка полковника с Тихвинским земским собранием и с Тихвинской городской думой. Для солдат 431-го полка жители Тихвина собирали различные подарки и вещи, а также для них были собраны деньги на покупку и передачу Тихвинской иконы Божьей Матери. И таким образом в Тихвинском полку было две святыни, две Тихвинских иконы Божьей Матери. Одна, которая была собрана и подарена на средства жителей нашего города, а вторая икона была подарена отцом Владимиром Богоявленским, известным очень священником, митрополитом, который до Первой мировой войны был митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским и очень любил Тихвина, здесь неоднократно бывал, а в годы Первой мировой войны он стал митрополитом Киевским и узнав, что на территории Галиции, а как раз в тот момент была территория Галиции, вот эта современная часть Украины входила в состав Австро-Венгрии и узнав, что на территории Галиции воюет Тихвинский полк он в подарок передает Тихвинскую коду Божьей Матери в серебряном окладе, которая тоже стала святыней Тихвинского полка, но надо сказать, что Тихвинская походная церковь, в каждом полку была своя походная церковь, были вот эти две святыни и очень символично, что они вся церковь со всей утварью, святынями погибла 9 июля 1917 года, то есть для нас такое тоже знаковое знаковый такой день, который нам удалось вылезить. я уже думаю, что пора заканчивать. Вера Викторовна, можно ответить на вопросы? Вера Викторовна, вот вы сказали, что ни одного Тихвинский полк назывался, а авиационный полк в годы войны был. В Тихвине. Вот мы сейчас с Александром и они зачем обсуждали. Был у нас Тихвинский авиационный полк. Ну, все, тогда вот, да, я не права. А вы нам сказали, что он не прав. Вы готовы теперь ответить на ваши вопросы, потому что мы там уже говорим почти полтора часа. Есть ли у вас к нам вопросы? Да, скучнее. Нет. Слышите, на работу подруги. Уважаемые коллеги, Вера Викторовна, Виктор Геннадьевич, мы хотим вас поблагодарить за рождение новой книги, за выход ее в свет. Конечно, мы все прекрасно понимаем, что вы прошли очень длинный, очень такой трудный, но, наверное, не менее интересный путь, и все труды, которые вы затратили, вот они отражаются в этом издании. И хотелось бы вам пожелать новых творческих идей, чтобы у вас были и время, и силы, и терпение, и чтобы вы, читатели, радовали своими новыми изданиями, новыми книгами. Вот от дома-музея, Вера Викторовна, это вам? Так, дешево. Да, да, да. Спасибо вам. Удачи. Это очень интересное. Наши, наверное, Пикалевские тоже хотят коллеги что-то сказать. Я вижу, они очень хотят. Хотим. Мы сразу вдвоем выйдем? Это директор Пикалевского музея Галина Алексеевна Сидорова и главный хранитель Тоши Сидоров Люба Сидорова Любовь Александровна Мы вообще очень рады за вас. У вас действительно огромный труд. Кто историки знает, как ковыряться и искать всякие малюсенькие малюсенькие запятые закавычки и потом складывается большой том какой-то. Это очень здорово. Мы, конечно, вас поздравляем уже с выходом с вашего труда. Желаем творческих удач. Вообще всего хорошего. Спасибо. Мы очень рады вас сказать. Признание, конечно, самая главная награда. я просто сижу вспоминаю, что есть у нас по первой мировой войне. И вот думаю, как не создадили удача включить ваши книги, потому что мы это поле подъемки. И мы с помощью дает педаж. Вы будете писать второй помощь? Мы еще не опоздали. Да, у него еще жива ночь. Есть еще что? Нет, на самом деле мы во втором томе хотим здесь мы вообще у нас идея изначально была совсем другая. Мы хотели здесь написать книгу, где проследить две параллельные истории. Проследить историю города в годы Первой мировой войны и историю полка. Но получилось, что мы набрали такое огромное количество материала, что это вышел только первый том. А второй том будет касаться Тихвина в годы Первой мировой войны, в годы двух революций, в годы интервенций, в годы гражданской войны. Все эти материалы собраны в большом количестве. Конечно, хотелось бы издать. Это моя мечта. Если хватит силы здоровья, то мы издадим второй том. Дай вам двух. Вопрос такой банальный. А где можно приобрести книги жителям города, потому что есть вопросы стоимости, где они продаются. В музей можно прийти и там купить, да? В музейном магазине. Или можно прям ко мне прийти можно меня посмотреть. Можно мне сказать? Да. Татьяна Ивановна, наш друг и наш даритель постоянный. Мы очень любим и уважаем. Я вам знаете, что хочу сказать? Вот благодаря таким людям с горящими глазами, а тут с добрыми стюклыми. Вот все это и создалось. Я ни за что бы не принесла фотографии, если бы в первый раз не пришла и сразу бы не познакомилась с Виктором Геннадьевичем. Я принесла пояс от немецкого плаща. Это трофей моего отца, участника войны. Так вообще целый плащ. А? А потом целый плащ. Да, потом целый плащ. И начала с того, что начала являть претензии. Вот я там в интернете с приятельницей посмотрела, телефон, телефон не отвечает, куда этот плащ девать. Я уже хотела в мусор. Потом статья в неделе появилась. Думаю, ну, что сэра? И слова. Это не мусор, а экспонаты. Да, на самом деле, вот очень многие люди... Меня потрясла когда-то история Галины Алексеевны Сидорова. Еще когда много-много лет назад она мне рассказала историю, что когда она стала молодым директором музея, она шла на партхоз актив и видит, что на помойке лежит антикварное зеркало. Она его схватила и понесла в музей, а это кто-то увидел. И на партхоз активе сказали, а вы знаете, что директор в музее копается в помойке. А на самом деле я хочу сказать, что мы с Виктором постоянно, особенно летом, копаемся во всех помойках. И очень многие экспонаты, ну это так утрированно говорю, на самом деле на помойках находится очень... Потому что люди, многие не понимают ценности тех вещей, они просто выкидывают старые вещи, а в музее они могут стать ценными вещами. Поэтому я всегда всем своим родственникам, всем своим знакомым говорю, прежде чем что-то выкидывать, идите в музей. Я вот принесла потом немецкий плащ, и мне настолько понравился вот этот человек, и я решила, я принесу фотографии. Я принесу фотографии, потом смотрю, глаза у него ползут просто, они горят. Тут пока додела еще не решено, значит несколько минут проходит, я смотрю, значит фотография уже оказалась передана, перед Дмитриевне, а я ее и в глаза никогда не видела. Ну, директор в музее, директор говорят, не говорят, никогда не видела. И вдруг она вот такая выходит с такими глазами, вот с этой фотографией, вот вы знаете, а мы как раз о первой мировой войне. Я думаю, ну надо же мысли материально. И я директора увидела, и фотография к ней приплыла. И дай Бог им здоровья, и пусть к ним вот эти экспонаты плывут. Спасибо. Я желаю. Все, до сих пор. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok